В Казахстане не хватает овощехранилищ. Дефицит мощностей составляет 35%. Больше всего дефицит ощущается для картофеля и фруктохранилищ. По словам специалистов, если бы складов для хранения продукции было больше, то таких резких скачков цен зимой можно было бы избежать. В Министерстве сельского хозяйства говорят, к 2026 году планируют закрыть потребность страны в хранилищах. Анастасия Новикова расскажет подробнее. В Казахстане не хватает складов для хранения овощной продукции и фруктов. Дефицит составляет 35%. Сейчас они могут вместить порядка 2 миллионов тонн продукции, а овощей в прошлом году было более 6,5 миллионов тонн. По данным аналитиков, особенно в стране не хватает картофеля и фруктохранилищ. Мощности первых позволяют вместить только треть от всего объема урожая. Помещения для фруктов рассчитаны лишь на половину от того количества, которое необходимо сохранять до весны. Именно поэтому казахстанцы остро ощущают скачки цен на овощи и фрукты. Если огурцы или яблоки летом можно купить по 200-300 тенге за килограмм, то зимой цена вырастает в несколько раз. Рынок заполоняет импортная продукция. Наша просто пропадает. Без хранилищ, со специальными охлаждающими установками и вентиляцией, сохранить продукцию в товарном виде сложно. А это вопрос продовольственной безопасности. У нас климат есть резко-континентальный, особенно в северных регионах. Соответственно, необходимо хранить в холодных условиях. И это овощехранилище, если хорошее современное овощехранилище, оно будет в какой-то степени сдерживать цены. И, во-вторых, те же предприниматели, те же сельхозпроизводители, они могут получить дополнительный доход. То есть, более дефицитный сезон они могут по более высокой цене, но при этом рыночная цена немного снижится, нежели будет приобретать из-за рубежа, да, импортировать. Некоторые склады для хранения овощей в стране были построены давно, и оборудование там устарело. При хранении большая доля продукции попросту портится. Замена оборудования влетит владельцам в копеечку, и немногие готовы на это тратиться. В Министерстве сельского хозяйства рассказали, сейчас в стране действуют 580 овощехранилищ, 257 для картофеля и 64 для фруктов. В ближайшие три года их количество планируют увеличить. Если брать в Танажей, то в текущем году планируется 287 тысяч тонн мощности общего хранения. В следующий год – 262, и в 2025 году – 140 тысяч тонн. И на временное хранение. И в итоге, получается, к концу 2025 года у нас будет порядка 2,5 миллионов тонн общей мощности всех объектов хранения. Но этого объема для хранения всей продукции не хватит. В Министерстве стимулируют предпринимателей, которые строят склады для хранения овощей и фруктов. Уже сейчас в правила инвестиционного субсидирования вносятся изменения, согласно которым при строительстве овощехранилищ с вентиляционным оборудованием компенсируют 40% вложенных инвестиций. С холодильным оборудованием, где овощи и фрукты могут храниться дольше, субсидируют половину расходов. Анастасия Новикова, Добран Абдиев, Абзал Тойябека, Фонфорумбюро.